Глава 39. Грядущая буря. Часть 4. Мэр и шеф Лэнтерн ждали, когда же мы с Каламити вернемся в припасы Блэк Сис. «Вы получили все это?» — с нетерпением спросила я, когда вошла в магазин. «Да», — сказала Блэк Сис тяжелым тоном, — выражение ее мордочки было мрачнее, чем когда-либо. Это не было похоже на поведение кобылы, которые только что пронесли ее противника на серебряном блюдечке. И почти сразу же я получил звонок от Рэп Спаритарт, в котором она сообщила, что ты пытаешься заполучить контракт на мое убийство. «Что? Подождите, я не... Я лишь хотела заставить ее сказать что-то. Я на самом деле не предполагала...» Шеф Лэнтерн замахал копытом. «Не волнуйся, девочка, мы знаем. Надо быть феерично тупым убийцей, чтобы заключать контракт, когда знаешь, что твоя цель может тебя слышать через устройство, которое ты сама же и поставила». Ох, я с облегчением вздохнула. Но Рэс Беретарт прикрыла свой хвост, сделала это похожим на то, что она только манипулировала, чтобы привести того, кто хочет быть убийцей, к правосудию. Мы не можем использовать против нее ничего, что она сказала тебе. Каламити ощетинился. «Хорошо. А как насчет того, что и больной киберпони пытался сделать с Литл Пип?» «Она вторглась в ее дом», — ответил шеф. «В любом случае, сейчас это не имеет значения», — заявила мэр Блоксист. «У нас проблемы посерьезнее». «Что, опять?» — задержал Каламити. Мэр подошла к терминалу. Сразу после того, как она позвонила нам, Рэпс Беретарт вновь кому-то позвонила. Она нажала на кнопку. Из динамика прозвучал незнакомый голос жеребца. «Привет! Кто это?» «Ну и тебе привет, дорогой!» — вяло потек голос Рэпс Беретарт. «Мы все подготовили для вашего посещения, и я расчистила путь. Когда ваши ребята будут здесь, двери будут открыты. Посылка, которую они ищут, ничего не подозревает. Но мы потерпели одну маленькую неудачу». «Такие слова меня не радуют», — холодно произнес жеребец. «А тебе не стоило бы говорить мне то, что меня не радует». «Мэр Блоксист все еще остается проблемой», — промемлила Тарт. «Мэр и начальник охраны переглянулись. Я услышал тяжелый вздох из динамика. «Разобраться с мэром этого проржавевшего подобия города было твоей задачей. А мы готовы и вполне в состоянии прибегнуть к самым суровым мерам в случае оказания нам сопротивления». «Ну, конечно», — слегка волнуюсь, — сказал Рэпс Беретард. «Лично я предпочитаю прибегнуть к суровым мерам», — заржал жеребец. «Все нужно доводить до конца». «Нет, это не обязательно, дорогой. Как долго нам ждать вашего прибытия?» Неизвестный жеребец фыркнул. «Наши рапторы в восьмидесяти минутах от вас. Этого вполне достаточно, чтобы устранить твою маленькую проблему. Или бежать из города». Анклав направлялся в город дружбы. «Я... Я могу просто сдаться им сама», — кротко предложила я. Пони, собравшиеся в зале переговоров, оценивающие на меня посмотрели. «С чего ты взяла, что им нужна именно ты?» — спросил доктор Фрэшоттер, подняв бровь. «Ну, я поморщилась. У меня не было причин так предполагать, кроме совпадения по времени и того факта, что это всегда оказываюсь я». «Кто, если не я?» «А блин, нет», — плюнул Каламити. Он повернулся к остальным. «Вы не отдадите анклаву ни одного пони!» Он сделал паузу. Его решимость быстро таяла, и он с надеждой спросил. «Так ведь?» Позади открылась дверь, и в зал вошел шеф Лэнтерн в сопровождении охраны. Рэпс Беретард исчезла. Кажется, она прихватила с собой одну из лодок. «Скатертью дорога!» — хохотнула мэр Блэксис. «Теперь о ней можно не волноваться. Вопрос лишь в том, сражаться нам, эвакуироваться или то и то». «У нас хватит лодок, чтобы эвакуировать всех пони!» — спросила доктор Фрэшоттер, повернувшись к начальнику охраны. Пони печально покачал головой. «Лет пять назад, может быть, и хватило бы, но сейчас нет. Те лодки, что у нас есть, могут принять лишь треть населения. Даже меньше, с учетом того, что Тарт забрала одну из них». «Честно говоря, — отметила презрительно, — мне кажется, она бы ее и так целиком заняла». Каламити покачал головой. «Если их целью будет тот и на одной из лодок, они потопят их все!» «Тогда сражаемся!» — взращал шеф. «Эти пушки в порту именно для таких случаев!» Доктор Фрэшоттер посмотрел на остальных. «Вы серьезно не собираетесь даже обсуждать вариант переговоров? Ведь, судя по той записи, они хотят только одного пони! Как мы можем подвергать жизни остальных в этом городе опасности из-за одного?» Она смотрела на нас с мольбой. «Разве мы не должны хотя бы узнать, кого они хотят?» «Если это вы!» — заржал Каламити. «Тогда че?» Доктор нахмурилась. «Ну тогда я постараюсь уйти. Одна!» «Мы можем с ними связаться через терминал Рэпс Бритард», — предложила я. «Если я и была целью Анклава, то больше, чем хотела бы сдаться, чтобы город не пострадал». И я уверен, Каламити считал так же. Но позволять Анклаву подходить так близко к городу, пока мы здесь ждем, чтобы узнать, кто им нужен с точки зрения тактики, выглядела катастрофой. И уж не в первый раз я задумалась, что же порекомендует Стил Хувс. «Порекомендовал бы». Маленькая поня в моей голове нагнала тяжелые тучи печали. Шеф Лэнтерн покачал головой. «Уже пытались, они не отвечают». «Нехороший знак». «Звучит так, как будто они решили прибегнуть к суровым мерам в любом случае». Я включил радио в своем пип-баке, слушая экстренную передачу Анклава через наушник. Я вовсе не рассчитывал отскать какую-либо реальную зацепку к тому, что они задумали, но чувствовала, что не должна упустить ничего, о чем они говорили. Но сейчас эфир был заполнен лишь звуками мрачных гимнов, до боли напоминающих похоронный. Пухорны Стил Хувза были только этим утром. Утрата близкого друга сжимала мое сердце тисками невыносимого горя, и строгие тона этой музыки резали меня, словно острые металлические крылья. Каламити был прикомандирован к Шефу Лэнтерну. Беглый осмотр береговых орудий выявил саботаж. Очевидно, это была часть того, как Рэпс Беретард расчищала путь для Анклава. К счастью, повреждения были нанесены крайне непрофессионально, и Каламити был уверен, что по крайней мере половину орудий можно вернуть в строй до прибытия Анклава. Но работать нужно было быстро. Я проследовала в комнату наблюдения за доктором Флэш Уотер, и посмотрела через антирадиционное окно. Яркий зеленовато-желтый свет лился через стекло. Вот, находящаяся внутри дидзиду, увидев, что я подхожу, помахала мне крылом. Устройство, вмонтированное в стену, защелкало, считывая радиационный фонд внутри помещения. «Давайте еще раз попробуем», — говорил в микрофон один из лаборантов, кремовый единорог с василькового цвета гривой. «Сконцентрируйтесь». Техник-единорог начал проводить дидзиду через умственные упражнения, использующиеся молодыми кобылками и жеребчиками-единорогами для практик в телекинезе. Но дидзиду не была единорогом. У нее не было магии. Чего им ожидать? Счетчик радиации отчаянно заверещал, когда комната на мгновение светилась ослепительно ярким светом. Дидзиду комично повалилась на пол, сбитая с ног взрывом энергии из ее собственного тела. «Превосходно!» — радостно воскликнул микрофон техники единорог и застучал копытом аплодируя. «Продолжайте в том же духе, и вы сможете очистить себя от излучения всего за пару дней!» Дидзиду радостно грацевала внутри камеры. «А теперь еще раз!» — со смехом произнес единорог. «Но на этот раз попытайтесь сохранить концентрацию, чтобы устоять на ногах!» Я улыбнулась с дидзиду и зааплодировала тоже. Каким-то образом созерцание ее радости разогнало мрачные тучи в моей голове. Пусть и ненадолго. Музыка в наушнике прекратилась, и зазвучал голос. Я отвернулась от стекла, прислушиваясь. Мне не хотелось, чтобы дидзиду видел выражение моей мордочки. «Приветствуем вас, пони Эквестрийской пустоши! Великий анклав включает в себя наших земных братьев и сестер! Я знаю, что многие из вас оплакивают потерю Контерлота, культового центра Эквестрии, коим он являлся. Но этот королевский город был разрушен столетия назад, и все, что осталось, стало нерестилищем для монстров и ядов. Иногда, чтобы позволить телу зажить, мы должны отрезать зараженную плоть». Я могла чувствовать угрюмость на моей мордочке. Мне не нравилось, куда все катилось. Это больше походило на оправдание нападения на руины Контерлота. «Прижечь зараженную частки!» Прежде чем инфекция распространится, я вздрогнул, когда взрыв помех прорубил радиопередачу, больно ударив по ушам. «Добрый вечер, дети мои!» Голос диджея Понтри прорвался в эфир. «Это снова диджея Понтри, ваш старый приятель! Прямо из-за секречного места где-то в Эквестрийской пустоши! Вы же не думали, что я оставлю вас навсегда только из-за этого дурацкого анклава, правда?» «Что ж, у старинной диджея Понтри не так уж много времени перед тем, как дядя Анклав прикроет нашу лавочку. Так что давайте сразу к делу. А? Верно. Время для новостей. Да!» Маленькая пони в моей голове радостно подпрыгивала. «Да, да, 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 да!» «Для начала, вот вам правда о том, что произошло в Маре Поне. У меня информация из достоверных источников. И в одном я вынужден согласиться с Анклавом. Богиня была именно настолько великой и ужасной проблемой, какой они ее пытаются выставить. Но на этом правда заканчивается и начинается чистое вранье. Я предположила, что достоверными источниками могли быть башни, с которых она могла все наблюдать. Но подождите! Я не знаю, зачем Анклав полез в Маре Поне, но ясно как день. Что вовсе не за тем, чтобы избавить эквестрийскую пустошь от самой большой проблемы, которую ей довелось испытать. Нет! Это дельце провернуло никто иное, как наша с вами любимая обитательница стоила. Мои ушки горели, но я была так счастлива просто слышать хаммейдж, естественно, измененной, как и всегда. А бомба, которую она использовала, та самая, которой красный глаз угрожал башне Тенпони уже несколько недель. Оказывается, наша героиня уболтала красного глаза. Отдайте ей свой большой козырь! Ох, достоверные источники! Хаммейдж смотрела мои шары памяти. Так что это ставит под большое сомнение все то, что Анклав натрепал про альянс красного глаза и богини. Они вам врут, детишки! Врут, как дышат! В настоящий момент Диджей Понт-3 до сих пор не может сказать, чем они занимаются. Но одно скажу вам наверняка. Великий Анклав Пегасов нам точно не друзья! Что же, держите ушки на макушке, ведь это не последняя наша встреча! Нахлынула очередная волна помех, и голос Диджея Понт-3 пропал. Я вытащила наушник и приложила его к своей груди, согревая себя мыслью, что Хаммейдж все еще там, снаружи, жива, и борется за справедливое дело своим немаловажным способом. Внимание, жители города Дружбы! Искаженный броней голос раздавался изо всех городских громкоговорителей. Мы здесь для того, чтобы взять под стражу Пегаса, разыскиваемых за преступление перед великим Анклавом Пегасов! Его имя Радар! Вы можете узнать его по следующей метке на его боку! Я взглянул на ближайший громкоговоритель. Серый ящик, прикрепленный к одной из опорных балок заведения Спаркл. Я только-только добралась до бара и ожидала каламинь, когда прозвучало сообщение Анклава. Я проверила время на пикбаке. Анклав явился слишком рано? У нас должно было быть еще 20 минут в запасе! Мэр сделала свое объявление, убеждая пони вернуться в дома менее 10 минут назад. Блаксис назвала все это учениями, понимая, что паника будет стоить многих жизней. Но учения не обладали достаточно сильной мотивацией. Улицы города нигде даже близко не были к тому, чтобы опустить. Наши рапторы в 80 минутах от вас! Но их бронированные отряды были намного быстрее! Отказ от передачи этого пегаса в копыта Анклава будет считаться заговором. Немедленное выполнение приказа будет поощрено. Отказ встречен силой! Пони, которые остановились, чтобы послушать объявление Анклава, запаниковали. Они, расталкивая друг друга, начали в суматохе носиться по лестнице. Жеребца сереневато-зеленого цвета вытолкали за перила, и он с диким воплем пролетел три этажа, обрушившись на толпу безумно носящихся пони. Где-то был слышен крик напуганного жеребенка. Я вскочила с места в поисках источника голоса. Центральная дверь в город с грохотом распахнулась, и кошмарно бронированные силуэты четырех пегасов Анклава двинулись внутрь. Их скорпионьи хвосты медленно скручивались, а антенноподобные, встроенные в броню Анклава пушки, пульсировали разными цветами. «Всем оставаться на своих местах!» — сказал один из пегасов. «Мы Анклав!» «Мы здесь, чтобы привлечь к ответственности одного пони!» Многие останавливались, застыв на месте, другие бежали к ближайшим дверям, ныряя внутрь. Я слышала плачь жеребенка за шумом сотен испуганно шепчущихся голосов. «Мы обыщем помещение!» — сообщил пегас, застывший толпе. «Не пытайтесь прятаться! Не пытайтесь бежать! Не оказывайте сопротивления! Повинуйтесь! И ни один волос не упадет с ваших гриф!» Пегас за ним вышел вперед, в то время как двое других продвигали через толпу, образуя форму веера. Пегас крикнул. «Любой пони, обладающий информацией, с помощью которой мы сможем осуществить быстрый арест пегаса-радара, получит вознаграждение в пять тысяч крышек!» В их чести, никто из пони города дружбы не поспешил принять предложение. «Пошел ты!» — выкрикнул жеребец святомяты с винтовой лестницы. Пони Анклава посмотрел на него, драгоценные камни на ее броне сблестели. «Фз!» Пони вокруг жеребца разбежали из стороны, поскольку он во мгновение ока превратился в светящуюся кучку пепла. Еще двое пони в толпе сорвались на бег, стараясь достичь двери одного магазина. «Фз!» «Фз!» Пылающие лучи магической энергии врезались в толпу, поражая свои цели. Одну из пони испарила ее, прах рассеялся через дверь, до которой она пыталась добраться. Другая завалилась на бок, крича от боли. «Повторяю!» «Не пытайтесь прятаться!» «Не пытайтесь бежать!» «Не пытайтесь вмешиваться!» «Повинуйтесь!» Меня била дрожь. «Будь со мной, моя снайперская винтовка, эти четверо были бы уже мертвы!» Одна из облаченных в черное пегасов начала продвигаться сквозь толпу за Всегдатаев у Спаркл. Она была совсем близко от меня и, проходя мимо, окинула взглядом. Я заставила себя замереть, зная, что любое неосторожное движение могло подвергнуть пони опасности. Она остановилась, ее шлем повернулся к моему пибаку, сращенному с ногой. «Вечно дикие ветры!» Прошептала она с отращением, быстро проходя мимо. Я заметила маленькую кобылку с темно-красной шерсткой, которая съежилась у подножия винтовой лестницы, дрожая пахныкивая. Мое сердце тотчас потянулось к ней. Сантиметр за сантиметром я начала подбираться ближе в надежде, что смогу утешить ее. Я была уже на полпути, когда она увидела меня. Ее глаза широко распахнулись в ужасе. «Адская кобыла!» Заверещала она, вскакивая и со всех ног, устремляясь прочь. «Нет!» «Взз!» «Нет!» Блестящий розовый пепел, бывший мгновение назад скачущим жеребенком, летел гонимой инерцией, медленно оседая на металлическую поверхность пола. Мой мир разваливался на части. Я упала, мои копыты поднимались ко рту, как будто могли сдержать мой крик. «Нет!» «Брайтвинд, вы застрелили жеребенка!» Все мое тело дрожало и не могло остановиться. Слезы текли ручьями. «О, богини, нет!» «Отставить истерику рядовой!» «Истерику?» Вторая пегаска повернулась к первому. «Да вы только что застрелили жеребенка!» «Адская кобыла!» Я была так же повинна в смерти этой кобылке, как и Брайтвинд. Я убил ее, пытаясь помочь. Видение того, как она разлетается облаком розовых песчинок, снова и снова прокручивалось в моей голове. Ни о чем другом больше думать я просто не могла. Первый пегас Брайтвинд повернулся к своему обвинителю. «У вас четкие приказы! Ты будешь им следовать! Вернись в строй сейчас же!» Она не хотела предупредить радар или спрятать его. Она просто испугалась. «Поверните время вспять!» Я беззвучно вызывала к Селесте и Луне. «Поверните время вспять! Я не стану пытаться помочь ей!» «Я не позволю ей увидеть меня! Прошу, верните ее! Прошу!» «Позвольте мне все исправить!» Но никакие сожаления, никакие мольбы, обращенные к богиням, уже не могли заставить этот сверкающий пепел переродиться во вспышке света. «Мы не могли этого знать, рядовой!» оправдывался Брайтвинд. «А теперь ты либо заткнешься и возвращаешься в строй, либо летишь к раптору, и я разберусь с тобой позже!» «Я не подписывалась на это!» Отворачиваясь от Брайтвинд, сказала Пегаска и полетела туда, откуда они прибыли. Грохот береговых орудий сигнализировал о прибытии рапторов. Город дружбы не бросил своего жителя Дашита. Анклав начал полномасштабное вторжение на 69-й минуте. Я ползал над прахом малышки Зарбы, собирая его воедино своим телекинезом. Я почти закончила, когда мне нашел Каламити, летящий с грузом всего нашего оружия. «Литл Пип, что ты творишь?» Крикнул он, когда вдруг взрыв малиновой магической энергии вскрыл верхние уровни статуи Дружбы, поглощая дома и мостики. Пегас схватил меня и утащил оттуда прежде, чем куски мостиков и строительных лесов посыпались дождем. «Я... я не могу найти хоть что-то, чтобы положить ее внутрь», сказала я, смотря в глаза моего друга и показывая ему светящийся шарик пепла, осторожно обернутый моей магией. Он был такой маленький, настолько, что даже не верил, что менее получаса назад он был живой кобылкой. Каламити посадил меня в убежище Спаркл, как еще один залп энергомагических пушек рапторов прожег дыру размером с колесницу в одном из боков статуи, заливая расплавленным металлом гостиницу согревающей улыбки. Если внутри были пони, то они были мгновенно заживо сожжены пламенным потоком цвета фуксии. Каламити смотрел на пепел, которое держало с изумлением, переходящим в понимание. Он осмотрелся и вынул пустую бутылку Спаркл из мусорного бака. «Вот, Литл Пип, положи ее сюда!» Мой мир стал пеплом. С нежным благоговением я магией переместила кобылку в бутылку. Она мягко светилась розовым. Я левитировала крышку, плотно закупоривая бутылку. «Окей, Литл Пип, ты о ней позаботилась!» сказал мне Каламити. «Теперь ты нужна мне! И знаю, это тяжело, я знаю, это больно, но ты нужда нам здесь и сейчас!» Я смотрел на него, удивляясь, как он мог быть столь же близок и столь далек одновременно. «Эй, Литл Пип, очнись!» Все вокруг нас двигалось, металось, взрывалось. Пони бежали в ужасе, пытаясь добраться до выходов. Их не волновал недостаток лодок. Громоподобные выстрелы береговых орудий раздавались все реже и реже. Каламити сильно шлепнул меня по лицу копытом. Я ахнул от неожиданности, подняв копыта к щеке. И услышал крики и близкие взрывы. «Жизнь этих пони зависит тебя, Литл Пип!» сказал Каламити, когда ему удалось привлечь мое внимание. «Соберись! Страдать будешь завтра! Помоги им сейчас!» Я медленно кивнула, стараясь оставаться в сознании, как пловец, борющийся за путь к поверхности океана. Положив бутылку пепла в сидельную сумку, я посмотрел на Каламити. «Чем? Чем я могу помочь?» Каламити улыбнулся, готовый свалиться с ног от облегчения. «Они прибыли с тремя рапторами!» сказал нам радар, когда мы достигли одной из снайперских платформ на вершине статуи Дружбы. «Береговые орудия подбили одного из них!» Я уставилась в небо на пару темных боевых кораблей, нависших над островом Дружбы, в то время как десятки пегасов роились над статуй. Шеф Этерн и два пони охранника стреляли в нападавших солдат Анклава, как только замечали их, прячась за низкими баррикадами, когда пегасы открывали ответный огонь. Позади меня Каламити быстро собирал гром спидфайр. Пушки на левом рапторе вспыхнули, посылая огромные энергомагические лучи в статую, разрывая и прожигая ее крепкую медную шкуру, прошивая город под ней и заливая его кипящим металлом. Второй раптор безмятежно парил. «Этот второй раптор прекратил стрельбу, когда бил последнее береговое орудие», заявил радар. «Так что нам осталось разобраться с последним». Он покачал головой и добавил. «Хотел бы я знать, чем так не терпится схватить меня?» Радар посмотрел на меня с конфужена. «Я бы и сам сдался, но фрешуотер не позволила мне. Грозило пристрелить, если я попытаюсь». Он оставился в небо. «Я бы вышел сейчас, но теперь это не имеет смысла». Он был прав. Анклав зашел слишком далеко. Оставлять хоть кого-то в живых в их планы не входило. Пегаска Анклава, запряженная в боевой фургон, резко снизилась к толпе пони потоком устремляющихся из статуй. Под ударом ее копыт распахнулся люк и в нижней части фургона и посыпались бомбы. Беспомощные пони внизу были обречены, их тела разрывало в клочья дикой энергии мощных взрывов. Каламити встал, прицеливаясь. Гром спидфайр разорвал воздух, выстрел проник в боевой фургон. Взрыв сотряс небо. «Хороший выстрел», мягко похвалил Радар. Каламити тяжело дышал, глядя сквозь слезы. «Недостаточно быстрый». «Вся эта бойня меня не стоила», сказал Радар. «Я проследила за его взглядом, обращенной к подорванной земле, окровавленной и скромсанными телами невинных пони. Большое, разрывающее на части горе, которое переполняло мою душу, сменилось могучим боевым кличем. Это неправильно. Это зло! И я собираюсь остановить это! Вот если того последнего шибить, совсем другое дело будет», повторился Радар. «Я сам бы это сделал, да только...» Он упустил взгляд. «Я уже совсем не тот». И снова глядя на нас. «И доку Фрэшоттер про это ни слова, ясно?» «Мы это сделаем», сказал я Радару и повернулся к Каламити. «У меня есть план!» Я уставилась на горящие обломки доков. Анклав бомбил суда. Никто не покинул остров на лодках. Горящие фрагменты фургончика абсолютно все валялись на поверхности воды вдоль покосившихся разрушенных причалов. Я сочувственно посмотрел на Дидзидду, но светящаяся пегаска только пожала плечами, написав на своей доске «Это всего лишь фургон». Когда она взлетела над руинами, мои глаза увидели нечто красно-зеленое, плавающее в воде, передняя копыта пони окровавленная и разорванная. Из глубины моей памяти всплыл один фрагмент. «Помоги мне!» — прохрепела Амброзия. Она медленно умирала в своей броне, придавленная куском терминала, наполовину погруженная в отравленную порчу воду, залившую помещение. Ее тело выглядело скрученным и неправильным. Я не могла добраться до нее. Я едва успела обработать мазью ксенит рваные края культи моей задней ноги, прежде чем окончательно помереть от кровотечения. Я выпила все до единого целебные зелья, что у меня были, но все равно оставалась слаба, и голова кружилась от кровопотери. Я не способна была поднять ничего тяжелее чашки кофе. Моя кровь ручейками стекала по придавившей меня плите, передавая ядовитой воде розовый цвет в свете пипбака. — Помоги мне! — простонала она голосом полной муки. — Пожалуйста, убей меня! Я хотела. Ради любви милосердной Селестии я хотела. Но к стыду своему тогда ничего не могла, кроме как попытаться забить ее до смерти кофейной чашкой. Затем голос в голове напомнил мне, что это было неправдой. Кое-что я все-таки могла сделать. Помню, как магия подняла и забрала. Глаза ее уже не были на предписанных природой местах. Лишь один глядел на меня, раздувшийся, неестественный, искаженный мутациями до невозможности. И сейчас, когда я стояла возле доков, наблюдая за покачивающейся на волнах оторванной ногой, пришло озарение. Если не для меча, то, по крайней мере, для кинжала крови было вполне достаточно. Воспоминание рассыпалось, оставив меня потрясенной. Я попыталась докопаться до того, что произошло в дальнейшем, но там, где должны были быть воспоминания, осталась только темнота. Дидзи потребовалось меньше минуты, чтобы облететь обломки и ящики, плавающие в воде. И вот наша дружелюбная гуль уже стояла передо мной с глазами, разбегающимися в разные стороны, улыбкой на морде и стелсбаком в копытах. Я очнулась от своих мрачных дум и добавила стелсбак к прочему оборудованию, которым собиралась экипироваться. Меня трясло. Что произошло со мной, что я могла спокойно смотреть на оторванную конечность бедной пони, и мне не хотелось закричать. Эквистрийская пустошь отравила мою душу. Над нами зловещий раптор дал залп по короне статую дружбы, окутав одной из снайперских позиций смертоносной магии. Я потянул Дидзиду за собой, ища укрытие от обломков медной обшивки статуй, палившихся в ней, словно куски тающей плоти. Каламити спланировал к нам, уворачиваясь от падающих обломков, и бросил к моим копытам два комплекта брони анклава, уже освобожденных от тел пегасов, сраженных выстрелами снайперов. «Два?» — удивилась я. «Но я не могу носить такой!» Затем сухо уточнила. «Рок!» «И нет крыльев!» Дидзиду ткнула меня копытом. «Что?» Я округлил глаза, когда до меня дошло. «Постой!» «Дидзи, ты не можешь пойти с нами!» «Мы отправляемся в самое пекло!» «И больше двухсот лет!» — напомнил мне Каламити. «Так что он вполне может себе позаботиться мисс два месяца, как и стоило!» Дидзиду пристально посмотрел на меня, когда взрывы сотрясли остров. Каламити вскинул гром спидфайр, ловя на мушку боевой фургон, ведущий бомбардировку. «Хорошо!» «Ты идешь с нами!» — согласилась я, вставляя стелсбак в свою пипногу, и запирая все, что мы не могли взять с собой, включая боевое седло Каламити в ближайший ящик. «Собирайся!» Дидзиду отцельтовала мне копытом и начала одеваться, пряча свое сверкающее искалеченное тело в черной насекомоподобной броне. «Раптор слоистый! Я Раптор дождевой! Ответьте немедленно! Прием!» Пока Каламити, Дидзидзиду, замаскированные под солдат Анклава, несли нас ближе к черной пасте ангара, атакующего Раптора, моя пипнога уловила новый сигнал, который не был очередным зацикленным анклавовским радиовещанием, и расшифровала его. Я обнаружила, что слушаю внутрикорабельную военную чистоту Пегасов. «Командующая Раптора дождевой! Тандершир! Командующий Раптора слоистый Айсбрейк! Почему прекратили огонь?» Властным голосом спросила командующая Кобыла, очевидно пытаясь связаться с неотвечающим вторым Раптором. «Ответ обязателен! Прием!» Каламити приземлился на нижней палубе Раптора, сбрасывая невидимую меня вместе с сумками на черный металлический пол, рассеченный линиями посадочных огней, после чего побежала к двери ангара, ища глазами терминал. Я следовала за ним, а Дидзиду прикрывала наши спины, пока он пытался открыть дверь. Как и следовало ожидать, у терминала был облачный интерфейс. Я могла помочь ему лишь советами, в очередной раз не способной ничего сделать с терминалом сама. «Командующая Тандершир! Это командующая Айсбрейк! Враг беззащитен, битва выиграна, слоистый отменяет боевую готовность!» — сдержанно и с достоинством ответила ей вторая пегаска. «Крыло остается и захватит заключенного, как только дождевой прекратит огонь!» Дидзиду исполнила маленький танец в своей броне. Очевидно, она тоже принимала эту передачу. Восстание второго Раптора привело ее в восторг. «Еще чуть-чуть! Почти!» — кряхтел Каламити. Я вернулась к терминалу, сканируя его содержимое. Где-то там был искомый пароль. «Командующая Айсбрейк! Таких приказов не было! Продолжайте огонь!» «При всем уважении, командующая Тандершир! Нет!» Две неудачные попытки, и мы нашли пароль. «Прагматизм!» Тяжелые двери, герметизирующий ангар, скользя, открылись. Внутри по высокому потолку тянулись линии гудящих ламп, идентичных тем, с которыми я выросла в сто или два. Но размещены они были очень просторно, оставляя ангар темным и холодным. Крупные, тяжелобронированные окна вдоль крыши впускали серые сумерки позднего вечера между установленными энергомагическими турелями. Я представила, что ангар был бы ярким и почти уютным, если бы в эти окна лился чистый дневной солнечный свет, что царствовал над завесой облаков. Технический персонал анклава и солдаты внутренней охраны, одетые в облегченные версии анклавовской брони, деловито перемещались поверху. По обеим сторонам ангара выстрелились ряды боевых фургонов. На стенах через равные промежутки висели красные противопожарные щиты. У дальней стены, между панорамными окнами, расположились стеллажи с бомбами. Группа офицеров анклава, стоявшая с противоположной стороны, наблюдала за ангаром, одновременно прислушиваясь к тому, что творилось в радиоэфире. «Айсбрейк, чтоб вас!» «В действии операция выжигания, развернутая по непосредственному распоряжению Высшего Совета Анклава!» — напомнила своей коллеге кобыла, командовавшая на том рапторе, в который мы забрались. «И у вас есть четкие приказы!» «Производите захват целей и продолжайте огонь!» «Иначе со всем экипажем пойдете под трибунал за непоминовение!» Дидзиду и Каламити сдвинулись с места одновременно, словно устремленные к единой цели. Пока они не делали ничего подозрительного, их должны были игнорировать. Мгновение спустя я тихо проскакала вперед к первому боевому фургону. У меня было время стандартного стеллс-бака, и я уже потратила половину, только чтобы пробраться сюда внутрь. «Раптор Дождевой!» «Пони Раптора Слоисты вынуждены вам сообщить, что мы не будем убивать беззащитных наземных пони, независимо от ваших приказов!» Я добралась до первого фургона и щелкнула переключателем, который открыл бомболюк. Пролевитировав из первого мешка две самодельные бомбы, я заминировала боезапас фургона. Бомбы были сделаны по схеме крышка мин, которую мне дала Дидзиду, казалось, целую вечность назад. Только вместо петард и крышек коробки для завтраков были начинены боеприпасами мелкокалиберных береговых орудий, теперь уже разбитых. Мэр Блэк Сиз поделилась припасами. Дидзиду помогла сделать сами бомбы. «Много бомб». «Э, како? Что?» Командующая Тандершир запиналась, не веря своим ушам. «Во имя великих вождей, Айсбрейк, это же бунт!» «Одумайтесь, всю же команду пересудят за предательство!» Ответа от командира Айсбрейк или другого Раптора не последовало. Я установил еще две бомбы и двинулся к третьему боевому фургону. По ангару заскользили тени. Я взглянула вверх и через окна в потолке увидела, как огромные энергомагические орудия на верхней палубе развернулись влево. Орудия же на днище все еще обстреливали город дружбы. «Раптор слоистый!» «Это Раптор дождевой!» Ряфнул командир. «Вы захватите ваши цели и продолжите стрелять! Либо мы откроем огонь по вам!» Закончив с третьим фургоном, я бросился к ближайшему стеллажу с бомбами, возводя их так быстро, как только могла. Бросив взгляд на Каламити и Дидзиду, я увидел, что один из офицеров анклава преградил им путь и теперь пытался чего-то добиться от нашего немого гуля. «Но говорить не могет!» Объяснил Каламити, бурно жестикулируя. «Но повредило горло во время битвы!» Позади него Дидзиду кивало, подтверждая сказанное моим другом. «И приглядываюсь за ней! Так что, если чего нужно спросить, у нее спрашивайте-то у меня!» Офицер анклава молодой серый пегас с черной гривой и кьюти-маркой в виде пера посмотрел до двух моих замаскированных друзей испытывающим взглядом. «На дождевом нету солдат с подобными травами!» Он уставился на Каламити с подозрением. «Я не могу распознать вашу манеру речи! Напомните ко мне, откуда вы!» Все пони в ангаре замеры, переведя взгляд наверх, как только дождевой открыл огонь по второму кораблю. Я вскарабкался наверх, чтобы разместить самодельные взрывные устройства на втором и третьем стеллажах с бомбами. Я приближалась к тому месту, где офицер допрашивал моих друзей. Каламити захлопал крыльями в раздражении. «Слушайте!» — ворчал он. «Мы со слоистого! Там, похоже, предательство назревало! Вот мы свалили оттуда, пока не поздно!» «Что же, это вам зачтется!» — сказал ему пегас, отрывая взгляд от окон наверху. «Но в сложившихся обстоятельствах боюсь и оказываюсь перед необходимостью поместить вас обеих под арест до окончания боя!» Молодой офицер огляделся в поисках солдат поблизости. «Степень вашей преданности будет определена трибуналом, как только мы снова окажемся за облаками!» «Вот блин!» — прошепел Каламити, отступая на шаг назад и нанося офицеру удар жалом своего бронированного хвоста. Дидзиду попятила всем своим видом, выдавая потрясение. «Линяем!» — закричал Каламити, когда разряды разноцветных лучей засверкали по ангару. Солдаты из защитной турели среагировали мгновенно. Я левитировал детонат рядом с собой, бросая мешок со взрывчаткой у основания последнего стеллажа с бомбами и рванула галопом. Энергомагические лучи ударили по Дидзиду и Каламити, истончая защиту их силовой брони. Одно из попаданий расплавило пластину в броне Дидзи, и болезненный желто-зеленый свет ее облученного гульевого тела пробивался теперь наружу через дыру в черном панцире. Я вышвырнул стелл с бак из моей пип-ноги, давая турелям и солдатам еще одну цель. Громовой раскат прорвался в ангар снаружи, когда выстрел одного из зароди дождевого угодил во что-то жизненно важное на слоистом. Каламити и Дидзиду выскочили из ангара с несколькими пегасами на хвосте. Я уже достигла посадочной платформы, когда почувствовал, как жгучий луч поразил мою контрлодскую полицейскую броню, прожигая в ней дыру. Я окутывала себя магией, обнуляя свой вес, и прыгнула. Под нами, извергая дын из зияющих в корпусе дыр, медленно падал с небес перекошенный раптор слоистый. Несколько из расположенных на днище дождевого пушек повернулись к разрушенному кораблю, когда он рухнул на мост дружбы, и дали последний залп, разнося его в клочья. Я активировал детонатор. Позади меня с драконьим ревом из ангара дождевого вырвались свет и жар, порожденные серией взрывов. Стена огня настигла меня, швыряя в бешеном вращении через все небо и развеивая мою магию, когда стеллажи с бомбами превратились в апокалипсический вулкан, разрывающий пополам боевой корабль Анклава магическим огнем. На этот раз меня поймала Дидзиду. На ней не было шлема, а броня зьела дырами. Светящийся гной сочился из многочисленных ран, но она улыбалась, и один из ее глаз смотрел прямо на меня, когда она издала скрипучий победный клич. Мое сердце воспарило от ее ликования, но затем упало вновь, когда я взглянула на горящую статую дружбы, тела убитых горожан и дым от сожженного города, мрачно поднимающихся и зияющих ран, нанесенных разрушительной магической энергией. Конец четвертой части.